Больше года судебных тяж. Пенсионер вооруженных сил, подполковник в отставке Михаил Кожушка, пытается добиться от Министерства обороны положенной ему, как он считает, квартиры. Однако суд не разделяет мнение Кожушка. Почему, узнал Бахсяр Даркейв. Михаил Кожушка в рядах вооруженных сил Казахстана пробыл 26 лет. За это время сменил несколько частей. Дослужился до подполковника и вышел на пенсию. Сейчас Михаил Кожушка проживает в служебной квартире. Итап была выдана не ему, а супруге, которая также является военнослужащей. Никто не дает гарантии, что поменяется снова закон о жилищных отношениях. И Министерство обороны делает такие попытки внести, что меня через определенное время оттуда выгонят. И буду я бомж. Ветеран улуженных сил бомж. Мужчина вместе с юристом обратились в суд с требованием предоставить ему гарантированное по закону жилье. Однако дело проиграли. Суд первой инстанции таким образом вышел за предел заявленных требований. Подменил эти заявленные требования. Перешел на приватизацию, которую Кожушка не просил. Повторяюсь, приватизация в дальнейшем была заменена также на компенсацию, которую Кожушка, естественно, не просил. В Министерстве обороны этот вопрос комментируют письменно. Из ответа на наш официальный запрос следует, что у Михаила Кожушка уже имеется квартира. На другое жилье он может не рассчитывать. С прошлого года в системе предоставления жилья военнослужащим произошли изменения. Министерство обороны перестало выдавать квартиры. Вместо этого предлагают денежные компенсации. Правда, получить ее могут лишь те, кто вышел на пенсию с января 2013 года. А вот кто на заслуженный отдых вышел ранее, до сих пор вынуждены ждать свои заветные квадратные метры от государства.